Здравствуйте, ребята! Я рада снова приветствовать вас на уроке информатики. На прошлом уроке мы с вами рассмотрели, в каких графических редакторах можно создавать и редактировать растровую графику. Сегодня тема урока – обработка растровых изображений. Сегодня на уроке вы узнаете, какие возможности предлагает программа Paint для обработки растровых изображений. Вы научитесь применять команды обработки изображений в графическом редакторе. На прошлом уроке мы с вами рассмотрели, как создавать и редактировать изображения в графическом редакторе Paint. Стандартная программа Microsoft Paint – это графический редактор, в котором можно создавать и редактировать разные рисунки, чертежи, эмблемы, схемы. Давайте вспомним. После того, как мы запустили графический редактор Paint, на рабочем столе вы увидите окно Paint. Назовите элементы этого окна. Давайте проверим. Панель быстрого доступа, строка заголовка, меню Paint, лента с вкладками, палитра, строка состояния, полосы прокрутки, рабочая область. Для рисования на компьютере существуют специальные программы, как мы уже сказали, графический редактор. Проверьте, верны ли указанные утверждения. В программе Paint нельзя редактировать уже созданные картинки. Проверим. Конечно же, нет. Созданное изображение можно открыть в любой период времени, доработать его, изменить и сохранить произведенные изменения. Нарисованные в Paint рисунки можно использовать в других программах. Проверяйте. Да, конечно, мы с вами уже говорили, что созданные изображения можно использовать, например, в текстовых редакторах. В программе Paint нельзя рисовать геометрические фигуры. Проверяем. Конечно же, нет. Потому что, как вы помните, в элементах окна в ленте вы видели группу инструментов, именно геометрические фигуры. В программе Paint нельзя напечатать текст. Проверьте. Конечно же, нет. Потому что для этого существует специальная кнопка для создания текста в графическом редакторе Paint. В программе Paint одновременно можно выбрать два цвета. Проверим. Да, конечно, это так. Вы можете выбрать цвет карандаша, кисти, то есть цвет пера, которым вы будете рисовать, а также цвет фона. При создании изображения мы используем инструментарий графического редактора. Можем редактировать созданные изображения, импортировать изображения из одного графического редактора в другой. Рассмотрим, какие возможности предлагает стандартная программа Paint для обработки графических изображений. Обработка графической информации. Масштабирование и трансформация изображения. В Paint существует несколько разных способов увеличения или уменьшения масштаба, которые зависят от выполняемых с изображением действий. Чтобы увеличить уровень масштаба, на вкладке View в группе Zoom щелкните Zoom In. Чтобы уменьшить уровень масштаба, на вкладке View в группе Zoom щелкните Zoom Out. Чтобы просмотреть изображение реального размера, на вкладке View в группе Zoom щелкните 100%. Инструмент Magnify позволяет увеличить область изображения. На вкладке Home в группе Tools щелкните Magnify, переместите лупу, а затем щелкните, чтобы увеличить часть изображения в квадрате. Перетаскивая горизонтальные и вертикальные полосы прокрутки в нижней и правой части окна, можно перемещаться по изображению. Чтобы уменьшить масштаб изображения, щелкните экранную лупу правой кнопкой мыши. Resize позволяет изменять размер всего изображения, объекта или фрагмента изображения. Объект в изображении также можно наклонить, чтобы он отображался под углом. На вкладке Home в группе Image нажмите Resize. В диалоговом окне Resize and Skew установите флажок Maintain Aspect Ratio, чтобы сохранились пропорции изображения, размер которого нужно изменить. В области Resize выберите параметр Pixels, а затем укажите новую ширину в поле Horizontal или новую высоту в поле Vertical. Нажмите кнопку OK. Если установлен флажок Maintain Aspect Ratio, то достаточно указать горизонтальный размер, ширину или вертикальный, высоту. Значение в другом поле области изменения размера будет установлено автоматически. А теперь рассмотрим, как мы можем наклонить объект. На вкладке Home щелкните Select, а затем перетащите указатель, выделяя область или объект. Нажмите кнопку Resize. В диалоговом окне Resize and Skew в области Skew Degrees в полях Horizontal и Vertical введите значение в градусах поворота выделенной области, а затем нажмите кнопку OK. Систематизируем знания по данной теме, ответив на следующие вопросы. В программе Paint нарисована закрашенная фигура с контуром другого цвета. Обратите внимание на два рисунка. Первый рисунок и второй. При нажатии какой кнопкой мыши был нарисован первый слева рисунок в каждом из вариантов. Здесь первый слева рисунок это желтое сердце и синее облако в виде сноски. Назовите, какая кнопка мыши была использована при создании данных изображений. Давайте проверим. В первом варианте это левая кнопка мыши, во втором варианте правая кнопка мыши. Давайте посмотрим. Для создания желтого сердца мы использовали основной цвет. Это цвет пера розовый и цвет заливки желтый. Таким образом, когда мы нажимаем левую кнопку мыши, мы рисуем с вами розовым цветом. Сердце, обратите внимание, на край розового цвета, залито желтым цветом. Смотрите на следующее изображение. В данном случае у нас получилось облако синего цвета. То есть мы использовали заливку как основной цвет, а край облака, граница, она используется цвет фона. То есть получается при рисовании данного изображения цвета как бы поменялись между собой. А это происходит, когда мы нажимаем правую кнопку мыши. Выберите на картинке инструмент, с которым можно нарисовать геометрическую фигуру. Проверьте. Это целая группа инструментов. Выделить область произвольной формы. Проверим. Конечно же, зайдя кнопочку «Выделить», раскрыв список, вы увидите команду «Произвольная область». Выполнить заливку замкнутой области рисунка. Для этого существует специальная кнопка «Заливка». Стереть часть рисунка. Это кнопка «Ластик». Обратите внимание, что с помощью ластика вы можете удалить часть рисунка. Если вам необходимо удалить весь рисунок, нужно выбрать команду «Рисунок очистить» или выбрать команду «Выделить все» и нажать клавишу «Делает». Выбрать цвет не из палитры, а из самого рисунка. В этом вам поможет пипетка. Какую клавишу необходимо удерживать в момент рисования в программе Paint, чтобы прямую линию можно было нарисовать горизонтально или под углом 45 градусов? Давайте проверим. Это клавиша «Шифт». Я скажу вам больше, ребята, что удерживая клавишу «Шифт», при рисовании прямоугольника вы получите квадрат. А при рисовании овала, удерживая клавишу «Шифт», вы получите изображение круга. Чтобы сохранить рисунок Paint в указанном формате, используем команды. Проверим. Файл «Сохранить как». Так как мы хотим изменить формат или дать название изображению, мы выбираем команду «Файл «Сохранить как». Чтобы отправить рисунок Paint на печать, используем команду «Файл «Печать». Я думаю, нетрудно догадаться. Это команда «Файл «Печать». Чтобы сохранить изменения в рисунке Paint, используем команду «Файл «Печать». Обратите внимание, сохранить изменения рисунок уже существует и уже был ранее сохранен. Проверяйте. Это команда «Файл «Сохранить». На этом наш урок подошел к концу. Сегодня мы создавали, редактировали и обрабатывали графические изображения с помощью графического редактора Paint. На следующем уроке мы познакомимся с вами, с помощью каких программ мы можем работать с векторной графикой. До следующего урока, ребята. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok